Давай поговорим о кремлевских сплетнях. Кристина Асмус начала разводиться со своим мужем, шоуменом Гариком, бульдогом Харламовым. Это, конечно, тревожит, Кремль, Владимир Владимирович. Какова сейчас роль Дмитрия Анатольевича Медведева? И зачем ему вот это все? Чтобы доказать, что он таки идеальный преемник, Владимир Владимирович Путин. Что сейчас, на твой взгляд, происходит в стране? В стране царит мертвая политическая стабильность, как на кладбище. А как же параллельный импорт? Насхождаясь тем, что у тебя есть плавный срок дружбы, которого в 90-е годы не было. И, в общем, в мои планы никогда не входило оказаться в тюрьме. Это долго, дорого, нужно платить зарплату. У России четыре беды. Две из них все знают, а еще две – это дураки и дороги. С вами Марьяна Минскер. Вы держитесь на прямой связи со мной из Венеции Станислав Белковский. Стас, я тебя приветствую. Ну вот смотри, на этой неделе не стало Михаила Сергеевича Горбачева, первого и единственного президента СССР. Ушла эпоха. Много важных и хороших слов о нем написали. Что ты можешь о нем сказать лично, как о политическом деятеле, и с каким знаком он останется в истории, на твой взгляд? Привет, Марьяна. Приветствую всех, кто с нами в этот нелегкий час. Михаил Сергеевич Горбачев, на мой взгляд, останется в истории скорее со знаком «плюс». Да, конечно, его нельзя назвать последовательным реформатором с какой-то своей программой. У него не было такой программы. Он шел скорее за историческими событиями. Но это именно человек, который с исторической точки зрения оказался в нужное время, в нужном месте. К моменту, когда он возглавил Советский Союз, а точнее коммунистическую партию Советского Союза, и государство в это было уже обречено. И не из-за падения цен на нефть, как думают многие экономисты во главе с покойным же Егором Тимуровичем Гайдаром, а просто потому, что было исчерпано жизненное задание Советского Союза, а именно реализация глобального коммунистического проекта, построения коммунизма. То, что никакой коммунизм невозможен, более того, он безнадежно проигрывает конкуренцию свободному миру, как раз в начале, в первой половине 80-х годов 20-го века и стало очевидно. Кроме того, стало очевидно, что это перешло в контекст и плоскость религиозного противостояния, поскольку коммунизм, безусловно, был вариантом глобальной религии, противостоявшим аврамическому миру, христианству, исламу и иудаизму, и аврамический мир его победил. В этом смысле появление на политической авансцене Запада таких игрок, как Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер и Папа Римский Иван Павел II, символизировали именно этот новый контекст борьбы. Выгодь было невозможным. Горбачев возглавил Советский Союз тогда, когда так или иначе Советскому Союзу оставалось очень недолго по всем перечисленным мною причинам. И остановить распад СССР, повернуть историю вспять, Горбачев не мог, как бы не стремился. Возможно, даже этого хотел, потому что, когда он становился генеральным секретарем ЦК КПСС, вовсе не было очевидно для всех, что Советский Союз скоро прекратит существование. Теперь мы так хорошо рассуждаем об этом ретроспективно. Хотя и тогда многие люди об этом и говорили, но скорее как в желательном сценарии, но от них не гарантированном. И, конечно, Горбачев мог задержать распад Советского Союза на несколько единиц лет, не больше, путем большого насилия. Он не пошел на это большое насилие. Он не стал пытаться останавливать историю. В этом его первая заслуга. Скажем так, этим он, матери истории, ценен не в плане того, что он сделал, а в плане того, что он не сделал. Видимо, его интуиция не подвела в данном случае, как она его подводила не раз подбором соратников. В конечном счете, к концу 80-х годов, Горбачев остался в полном политическом одиночестве, именно из-за того, что не мог в должной мере доверять тем людям, которые действительно хотели его власти, а не доверял, а доверял тем, кто его власти не хотел. И в этом смысле я обрек себя на потерю власти, хотя это было не главной, а второстепенной причиной. То есть еще раз подчеркну, что главная критика Горбачева о том, что он развалил Советский Союз, не имеет ничего общего с реальностью. Советский Союз неизбежно развалился бы при любом раскладе. В отчете он развалился с минимальными издержками. Но то, что можно пославить ему в заслугу непосредственно в качестве его активных действий и прямых позитивных решений, это для меня, как христианина, в первую очередь, прекращение религиозных гонений и реальная свобода совести в позднем Советском Союзе, что знаменовалось для всех православных, в первую очередь, отмечанием тысячелетия крещения Руси в 1888 году. И второе – это освобождение всех политзаключенных. Это сделал лично непосредственно Горбачев. Поэтому я не могу вспомнить в его политической судьбе, карьере, минусов, которые были бы сопоставимы с этими плюсами, хотя, конечно, минусов было немало. Главный вывод из всего происходящего вокруг – надейся на себя и будь готов к нестандартным решениям. Умение посмотреть на ситуацию с разных сторон, способность к анализу, стремление учиться и создавать – вот сила, которую у нас никому не отнять в любой точке планеты. Неудивительно, что дата-аналитик – одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в IT. Именно эти люди анализируют данные и делают выводы, на основании которых принимаются важные решения и в бизнесе, и в политике. Потребность в таких специалистах растет в геометрической прогрессии и сравнима с потребностью в профессионалах дата-сайенс. Здесь спрос превышает предложение уже несколько лет. Глубокое знание математики и постоянный творческий поиск помогают дата-сайентисту создавать по-настоящему важные для людей модели и алгоритмы. Например, дата-сайенс помогает всерьез ускорить создание новых лекарств. Ну и главное, что нужно про это знать – вы это можете, если точно знаете, зачем вам это нужно. С остальным поможет разобраться скилл-фэктори. Вернее, ведущие специалисты дата-сайенс и дата-аналитик – эксперты рынка, которые учат, поддерживают, менторят и консультируют на протяжении всего пути – с нуля до профессионала. Здесь очень много практики и, как следствие, высокие результаты студентов и первое место в рейтингах. Ну а в каком темпе добраться до финиша – решайте только вы. Да, здесь вы решаете. По этому промокоду вы получите скидку на обучение. Переходите по ссылке в описании. Сейчас все обсуждают, приедет ли Путин на похороны Горбачева. Как думаешь? Мой прогноз – Вадимир Путин не приедет на похороны Горбачева. Он уже отметился весьма сочувственной траурной телеграммой, соболезнованиями родным и близким покойного. Похороны Горбачева, хотя формально не государственные, но проходят практически в государственном формате. Прощание в колонном зале Дома Союзов. Кстати, это подчеркивает, что Горбачев, как он не раз и говорил, был официальный и нескрываемый атеист, поэтому прощание не проходит в храме Христа Спасителя, как это было, например, с Борисом Ельцем. Но все-таки Владимир Путин очень хочет дистанцироваться от Горбачева исторически. Он никак не хочет, чтобы его ассоциировали с Михаилом Сергеевичем перестройкой и распадом империи. Поэтому вряд ли он появится очно и физически на этих похоронах. Давай сейчас о тебе. Вот ты находишься в Венеции, мы с тобой собирались встретиться в Венеции очно, но, увы, приходится общаться по скайпу. Что ты там делаешь, расскажи? Живу. Все, ты окончательно перебрался в Венецию? Я не окончательно перебрался в Венецию, поскольку я все-таки рассчитываю умереть на родине, как и Михаил Сергеевич Горбачев, да простится мне этот внезапный пафос. Может быть, мне еще хватит времени вернуться в Российскую Федерацию, что зависит в большей степени от Российской Федерации, чем от меня. Ну, так получилось, что я полюбил Венецию много лет назад, больше двух десятилетий, и поэтому у меня есть возможность сейчас здесь временно находиться. А что такое временно, покажет то самое время. Да, вот насколько я знаю, ты уже полгода не был в России, и пока, очевидно, в твои планы возвращаться на родину не входят. А чего ты опасаешься, Стас? Расскажи. Я опасаюсь разделить судьбу тех людей, которые ежедневно попадают под раздачу на основании 207-й или 282-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Я думаю, мы должны согласиться, что всякий, кто публично выступает сегодня против спецоперации «З» или неправильно называет ее запрещенным словом на букву «В», то есть, в чем вспоминается Винни-Пух и посторонним «В», легендарный, они как-то, в общем, попадают немедленно на нары. А мне туда не очень хочется, я пожилой еврей, и, в общем, в мои планы никогда не входило оказаться в тюрьме. То есть, может быть, меня можно упрекнуть в недостатки героизма, я оправдаюсь только тем, что я никогда героя из себя и не строил. Нет, я понимаю, но, может быть, какие-то конкретные тебе поступали звонки, угрозы, или тебя предупредили, что как только ты пересечешь границу Российской Федерации, сразу же откроется уголовное дело и, в общем, к тебе придут. Прямых угроз мне не поступало. К тому же, как я вижу, российская власть сделала все возможное, чтобы скорее людей, объявленных иностранными агентами, выступающих против ее линии на украинских фронтах и так далее, вытолкнуть из страны, скорее чем посадить. И только тот, кто проявлял недостаточно смекалки и все-таки оставался в России и продолжал действовать, тот уже попадал под уголовное преследование. Поскольку я сразу все понял, еще в конце февраля, начале марта, то сейчас я тратил интерес на российской власти, и меня это абсолютно устраивает. Дай Бог, минуя нас пущу всех печалей, и барский гнев, и барская любовь. Тем более, я вообще хочу заниматься в ближайшие годы не российской политикой, а чем-то совсем другим, о чем мы можем поговорить, если у тебя возникнет к этому интерес. Обязательно. Но, кроме того, в первые две недели, с 24 февраля и по 8 марта, когда я покинул Россию, закрылось все, чем я в Российской Федерации занимался. Все формы моей активной деятельности и в медиа, и в бизнесе, во всем. Все это ликвидировалось. Моментально. Расставило как воск перед лицом огня, как сказано в Писании. И поэтому все, что я мог делать в России, это лежать на диване и ждать ареста. Я посчитал, что лежать на диване могу и в другом месте, где вероятность моего ареста несколько меньше. Хотя известно от тюрьмы, как от сумы, зарекаться нельзя. Пока ты все-таки занимаешься в той или иной степени российской политикой, ну и работаешь на российскую аудиторию, пока ты не начал заниматься чем-то другим, поэтому вопрос такой. Сейчас очень много разговоров о том, что не живя в России, сложно оставаться экспертом, к мнению которого прислушиваются внутри России. То есть сложно понимать, что происходит внутри страны, держать руку на пульсе и быть в контексте ситуации. Вот как у тебя с этим? Чувствуешь ли ты некоторую оторванность от реальности сейчас? Это золотые слова, которые надо выгравировать на моем сердце, как говорил один древнекитайский мудрец. Именно поэтому я хочу уменьшить свои занятия всеми вопросами, связанными прямо или косвенно с российской политикой, и заняться, например, метавселенными. Это сейчас меня очень увлекает, тем более метавселенную можно создать и на базе всех русскоязычных людей, которых несколько тяготит современная российская государственность. Дело в том, что анализируя долгие века нашей русской истории, я пришел к выводу, что, знаете, был такой анекдот, сейчас я его расскажу, он в тему, а потом вернусь к основной серьезной линии моего повествования. Когда Дмитрий Анатольевич Медведев стал президентом Российской Федерации... О нем еще поговорим. Да, анекдот появился такой, что у России четыре беды. Две из них все знают, а еще две — это дураки и дороги. Вот из анализа истории я делал вывод, что две основные проблемы русского человека — это территория, огромные территории, только 12%, которые пригодны для жизни. Но русский человек должен обслуживать эту территорию, да? То есть не территория для человека, а человек для территории. Это первая проблема России и русской цивилизации. Вторая — это государство, которое фактически является корпорацией по обслуживанию этой территории. Сокращенно КОД. Поэтому вот если не Путин, то КОД здесь, так сказать, очень ложится. И, соответственно, цель государства — это принудить русского человека к обслуживанию территории. Не обеспечить ему самореализацию. Это является высшей, как известно, стадией потребности человека. Это сообразно пирамиде Маслова, хотя я сам не поклонник в полном объеме пирамиды Маслова, но для простоты давай прибегнем к ней, как инструменту метафоры. Поэтому, когда русский человек избавится от территории государства и идет в метавселенную, тут он раскроется в полном объеме. Вот исходя из этого неочевидного и безглавно дискутабельного тезиса, я собираюсь заняться какими-то вещами, совершенно не мешающими Владимиру Владимировичу Путину и его команде править Российской Федерацией так, как они считают нужным, и до тех пор, пока они смогут это сделать. Но это ты только собираешься этим заняться, а пока ты, тем не менее, раздаешь интервью и занимаешься так или иначе российской политикой. Остались ли у тебя какие-то источники в России, которые рассказывают тебе, что происходит, в каких-то структурах, может быть? Ну, какие-то источники, конечно, у меня есть, они никуда не исчезли. Ясно, что коммуникация с ними затруднена, и уж точно она никак не может быть оглашена, оглашена, ну, так далее. Но, естественно, все это сокращалось не в один день. Моя база источников на протяжении нескольких лет. Просто если до 24 февраля нынешнего года я был условно приемлем для определенной части, естественно, далеко не всех российских элит, то с 24 февраля я стал, безусловно, неприемлем. То есть со мной нельзя официально иметь дело. Но ведь в российских элитах есть разные люди, которые по-разному относятся к происходящему, и которые исповедуют разные теории на эту тему, причем гораздо более жесткие, чем я. Да, поэтому у меня есть возможность черпать какую-то информацию с поправкой на то, что я, в принципе, как мы с тобой говорили, по-моему, в одном из наших предыдущих диалогов, вообще не склонен слишком доверять источникам. Потому что источники могут вводить тебя в заблуждение как сознательно, так и неосознанно. Сознательно, чтобы через тебя сливать какие-то версии. Выгодно им неосознанно, потому что они сами заблуждаются, но не отдают себя отчет своих заблуждений. Поэтому я, во-первых, если я считаю что-то верным, то только по итогам сопоставления информации из некоторых несвязанных между собой источников. А во-вторых, с годами я стал больше доверять своей интуиции. И я понял, что когда я опирался преимущественно на нее, а также применял психоанализ как способ изучения окружающей мне реальности, я ошибался реже. Когда же я доверял информации из источников, ошибался чаще. Ну тогда расскажи, что сейчас, на твой взгляд, происходит в стране? Вот твое видение ситуации, твои выводы и твой анализ. В стране в целом не происходит ничего страшного, потому что многонациональный народ Российской Федерации в целом не вовлечен в спецоперацию ЗЭП. Он является пассивным наблюдателем, какова роль ему свойственна уже на протяжении десятилетий, как минимум с начала нулевых годов. И цель Кремля, и лично Владимира Ивановича Путина, состояла на протяжении последних 22 лет, а на самом деле даже раньше, еще со времен поздних времен Бориса Николаевича Ельцина, нужно сделать так, чтобы народ не был увлечен в политику, чтобы он был максимально психологически демобилизован, и поэтому никогда не был готов бросить вызов действующей власти. Это, безусловно, устраивало и устраивает власти по сей день, поскольку никакого масштабного мятежа эта власть не ожидает. С другой стороны, проводить в таких условиях всеобщую мобилизацию тоже невозможно, поскольку многонациональный РФ-народ на 80% состоящий из русских как-то избежит этой мобилизации. Да, хитлее не убежит, как сказал поэт. Поэтому, собственно, ее и не будет. И вообще воспламенить и возжечь современное русское сердце какими-то объединяющими идеями, не связанными с интересами частными каждого конкретного лица, весьма сложно. Атомизация достигла предельного уровня. Поэтому пока еще последствия санкций и вообще изоляция России не сильно сказываются. На большинстве народа в стране царит мертвая политическая стабильность, как на кладбище. Впрочем, она царит уже давно, здесь тоже нет ничего нового. Нам всегда отвечают, что 69% россиян никогда не были за границей. Собственно, не жили хорошо, нечего и начинать. Какие уж тут санкции. Я не знаю, что будет, когда остановятся скоростные лифты в домах, а это может случиться уже в ближайшие месяцы. Или страна останется без смартфонов, а она без них останется, конечно. А как же параллельный импорт? Его возможности ограничены, поскольку само матобеспечение легко заблокируется для всех смартфонов, которые везены неофициально. То есть саму железку-то везти можно, а как же матобеспечение-то обновлять? Это невозможно. Вот и для самолетов, говорят, не будет уже западной авионики, и пилоты будут пользоваться картами бумажными из архивов для того, чтобы прокладывать маршруты. И вот Наталья Касперская, известная бизнесвуменка, политкорректность требует именно так теперь говорить, бизнесвуменка, близкая к Кремлю, безусловно, сказала, что мы вернемся к кнопочным телефонам. Она это признает. Ну ладно, я какой-нибудь фрик, забоченный. А тут прямо IT-бизнесвуменка, ключевая ведущая в стране, заявляет, что да, вернемся к кнопочным телефонам, это и хорошо, потому что с точки зрения информационной безопасности это гораздо надежнее, никто не влезет в твою облачную информацию, не прочитает твой WhatsApp, потому что тебе его не будет. И вообще, по принципу старой песенки, как там, если у вас нет тети, вам ее не потерять. Если вы не живете, то вам и не умирать. Вот, собственно, я думаю, что распространение санкционного режима на все стороны сферы российской жизни будет происходить под знаком этого легендарного стихотворения, которое, кстати, написал поэт Александр Аронов. На всякий случай это скажу, потому что никто никогда не благодарит покойного Аронова за столь замечательные строки, известные, конечно, благодаря фильму, в первую очередь, «Ирония судьбы». Стас, как ты считаешь, в Кремле довольны ходом того, что они называют спецоперацией? Опять же, возвращаемся к известному анекдоту о том, как армянское радио спрашивают. Скажите, а будут ли при коммунизме деньги? Армянское радио отвечает. Ну, китайские ревизионисты считают, что денег при коммунизме не будет, югославские оппортунисты что будут, а наша партия подходит к вопросу диалектически. У кого-то будут, а у кого-то и нет. Вот в Кремле кто-то доволен спецоперацией, а кто-то нет вокруг Кремля. Но все-таки все зависит от оценок одного человека, Владимира Путина. А он доволен? Безусловно, доволен ходом спецоперации Z, потому что спецоперации не сводятся к ситуации на украинских фронтах. Какой бы удачной или неудачной она ни была в каждый конкретный момент времени. Это целая система мер и мероприятий, действий и поступков, направленных на демонтаж американо-центричного мира. И в этом смысле даже более важно для Путина, чем что происходит под Херсоном или в Донецкой области, это результаты энергетического и продовольственного давления, в скобках шантажа, если это слово можно использовать примитно к Европе и вообще евроатлантическому миру. Не то, что какая-нибудь турбина газовая для станции портовая, для газоперекачивающей станции, все-таки ездит из Канады в Россию, а Россия еще отказывается ее брать. Не то, что цена газа на спотовом рынке вырастает до невиданных доселе высот, типа трех тысяч долларов за кубометр, а там уже и пять маячит на горизонте. И что вполне мейнстримные и статусные германские политики вызывают людей отапливать только общественные пространства, а душ заменить влажной тряпкой. Все это не может не радовать сердце Путина и не давать ему основания полагать, что победа близка. Ну типа сначала доконаем Запад, который не устоит под нашим энергетическим и продовольственным давлением, а дальше Запад заставит Украину капитулировать, но это уже вторично. Как говорилось в классическом романе Владимира Войновича «Москва-2042», один из главных лозунгов от Московской коммунистической республики «Москареп», где происходит действие этого произведения, был «вторично и первично, а первично и вторично». Этот слоган можно распространить не на спецоперацию «З». Скажи, а есть у тебя понимание, какие цели этой так называемой спецоперации «З», как ты говоришь, ставились изначально и какие стоят теперь? Главная цель не менялась и не меняется. Это обрушение американо-центричного мира. Если переводить, ну то есть сделать так, чтобы мы не подчинялись Америке, чтобы остальные страны увидели, что так можно, говоря простым языком. А если переводить на язык психоанализа, то это стремление к одиночеству. Потому что полная безопасность, к которой стремится Владимир Путин, как цель возможна только в полном одиночестве. Когда ты сидишь вот действительно за столом длиной 10 метров, и к тебе просто никто не может приблизиться. Ибо только приближение создает опасность. А изоляция ее как бы уничтожает. Вот так это примерно выглядит. И Россия должна стать такой же одинокой, как ее предводитель. В этом смысле бункеризация не только российской политики, но и российского сознания в последние годы. И COVID-19, вернее, глобальный менеджмент COVID-19 сыграл в этом немалую роль. Они сыграли, в том числе и катализировали старт спецоперации Z. На тактическом уровне спецоперация Z предполагала взятие власти на Украине, что и означает денсификация в переводе. Это взятие власти в Киеве. В первые несколько недель после начала событий 24 февраля, причем Киев планировал захватить в течение нескольких дней. Собственно, мы изначально это обсуждали прямо вместе с тобой, и с твоими коллегами, на артиллерии еще 24 февраля же вечером. Владимир Зеленский, президент Украины, должен был или бежать, или погибнуть. Скорее бежать. И надо сказать, что Запад во главе с США был готов к такому сценарию, предлагал Зеленскому побег, но побега не случилось, и это очень сильно повлияло на дальнейший ход событий. То есть нужно было быстренько и по возможности бескровно нейтрализовать Украину, сделав ее де-факто сателлитом России. И в таком случае обрушение американцентричного мира пошло бы семимильными шагами вперед. Но этого не получилось. Россия завязала в долгосрочном неком проекте с военным измерением, если не употреблять все то же запрещенное слово на букву В, и не вспоминать о постороннем В из Винни-Пуха. А вот эта первая цель, глобальное, тотальное одиночество России, ну, мы, получается, к ней, в общем, близки уже? Безусловно. Вопрос только в том, какие последствия это будет иметь для современной российской истории. Но поскольку одиночество есть цель, Владимир Путин достигает ее в любом случае. Поэтому в его сознании вероятность поражения равна нулю. Это не всем понятно. Кому-то это понятно, в том числе и в российских элитах, и даже в российских элитах уже созрела версия о том, что все это результат американской провокации и заговора. Это Вашингтон и Джозеф Байден были заинтересованы в том, чтобы Россия была изолирована, в результате ослабла, исчезла как важный глобальный игрок, как субъект мировой конкуренции. И вот все получается каким-то странным образом. Обманули нас. Но мы же не можем поверить в то, что мудрейшего Владимира Путина кто-то обманул. Значит, мы вынуждены признать, что не Джозеф Байден, но все-таки Владимир Путин сыграл решающую роль в планировании и осуществлении спецоперации Z, масштабы которой далеко выходят за рамки украинской невойной, назовем ее так. А последствия Владимир Путин вот этого тотального одиночества понимает, как считаешь? Это триумф. Он и хочет одиночества. Ну, потом когда-нибудь другие коммунисты ответят перед партией, как говорил в советское время, потому что Путин, как это ни странно, смертен. Но он считает, что технологический суверенитет – это новый бренд для импортозамещения, придуманный, видимо, Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Возможен? Я считаю, что он невозможен. Но президент сегодня он, а не я. И я никогда президентом не буду, но, так сказать, тем более сегодня. И поэтому Россия является заложником этого выбора, поскольку, как мы знаем, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. А значит, если эту фразу трактовать в обратную сторону, читая справа налево, как в Израиле, кстати, мне довелось принять участие в полемике о создании специальной версии, еврейской версии русского языка, которая ничем не отличается от существующего русского языка, кроме того, что русские слова пишутся справа налево в этой версии. Если все читать справа налево, то, собственно, если Путин существует, то есть и Россия, так? Поэтому все, так сказать, исчерпывается физическим бытием Владимира Владимировича Путина, и только им. Дальше за гранью этой реальности начнется что-то иное. Владимир Владимирович еще вполне крепок, возможности медицины велики, генной инженерии, которой занимаются его ближайшие родственники и соратники во главе с Игорем Ивановичем Сеченом и Катериной Тихоновой. Почему этим занимается Роснефть, непонятно, но почему Игорь Иванович Сечен, понятно. Потому что только такому человеку можно доверить самое сокровенное, включая собственную дочь и всю эту тематику столь близкую ныне сердцу немолодеющего российского правителя. Поэтому, что бы с Россией ни случилось, пока Путин жив, она существует, и самое смешное, хотя смеяться над этим я не буду, потому что это неполиткорректно втроение, неполиткорректно по отношению к Путину, по отношению к российскому избирателю и по отношению к Украине, которая сейчас переживает столь трагические времена, что это так оно и есть, что Российская Федерация в современном ее виде и состоянии, как недораспавшейся империи, будет существовать до тех пор, пока и лидером является Владимир Иванович Путин. Вот давай поговорим о кремлевских сплетнях сейчас. Кто самые близкие и самые доверенные лица Путина, вот настоящий момент, по твоей информации? Ну, рейтинг доверенности создать довольно сложно, но если говорить о самых близких и доверенных, то, безусловно, это все бывшие охранники и адъютанты во главе с Виктором Золотовым. Это, безусловно, секретарь Совета Безопасности Николай Платоныч Патрушев, который как был, так и остается в этой роли. И это Дмитрий Анатольевич Медведев, как бы мы к нему не относились, он политический сын. Но если брать неформальную иерархию, то это и Ковальчуки, и Чемизов сюда бы записал еще несколько фигур такого типа. Впрочем, это не значит, что от точки зрения всех людей что-то важное для Владимира Путина зависит в контексте его глобального противостояния, являющегося его, безусловно, персональным детищем. То есть спецоперация «Зет» — это не результирующий каких-то аппаратных влияний. Это нечто выношенное, выстраданное Владимиром Путиным глубоко внутри себя, как сказал Андрей Андреевич Вознесенский о Владимире Ильиче Ленине. Всю Россию, большую горячечную, носил в себе как талант. Вот спецоперация «Зет» — это талант, выношенный Путиным в нем самом. Да, я почему спрашиваю, просто периодически всплывают имена возможных преемников Путина, от Кириенко до сына Патрушева. Вот как к таким разговорам ты относишься, насколько серьезно их можно воспринимать? Я считаю, что их не надо воспринимать серьезно, поскольку мы, во-первых, не знаем, собирается ли Владимир Путин уходить, ибо смысл абсолютной монархии, любой абсолютной монархии, в том числе той, которая установилась в России на протяжении последних двух десятилетий, в том, что только сам правитель решает, когда он уходит и уходит ли вообще. И кому он передает власть? Это престолонаследие. Поэтому что творится в черном ящике головы Владимира Владимировича, мы узнать не способны. И никакие косвенные признаки на это не указуют. Например, мы же помним, что 30 сентября 2007 года 90% элит считали, что преемником будет Сергей Борисович Иванов. 1 октября мы узнали, что он им не будет, хотя еще не узнали, кто им будет. А в декабре им оказался Дмитрий Анатольевич Медведев, хотя за полгода до этого, опять же, большинство околовластных источников, экспертов, аналитиков, медиумов, браминов-йогов, любимцев Рабина Тарана Татагора, говорили о том, что Медведев списан. И с ним все покусить, все кончено. Нет, не списан оказалось. Но если использовать чисто формальную логику, что происходит, если Владимир Иванович Путин наконец окажется в раю, а остальные все же не сдохнут моментально, как он однажды сказал, то преемником по рангу становится Михаил Владимирович Мишустин, премьер-министр нынешний. Другое дело, что такой власти, как у Путина, у него не будет. Это коллегиальное будет руководство, как после смерти Иосифа Сырёновича Сталина. То есть ты не веришь разговорам, что в следующем году, допустим, будут досрочные президентские выборы, ну или даже в 2024-м плановые, и Путин возглавит, будет НАТ, допустим, возглавит условный госсовет, а президентом будет кто-то другой. Эти разговоры ведутся, опять же, с середины нулевых годов, то есть последние приблизительно 16-17 лет. Были ли они с плодотворными и продуктивными? Нет, никогда не были. Угадать удалось только самые простые варианты из возможных. А сейчас самый простой вариант из возможных — это сохранение Владимира Путина до упора, потому что непонятно, кому же он может доверить Россию, разрываемую санкциями Запада и находящимся в состоянии перманентной невойны, пусть даже психологической. Ну, собственно, он и вернулся-то в 2030. Была достаточно высокая вероятность, которую признавали не только такие люди, как я, но и Барак Обама, Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс, много еще кто, что Дмитрий Медведев пойдет на второй президентский срок в 2012 году, и Владимир Путин таки отползет полностью, например, возглавив Международный олимпийский комитет, что ему вполне по душе и по силам. Но тогда случилась арабская весна, и Путин рассудил, что еще Медведев после того, как он неудачно проголосовал в Совете Безопасности, не заблокировав резолюцию об интервенции в Ливии, он просто не удержит ситуацию, когда Соединенные Штаты Америки захотят устроить цветную революцию в России, что-то типа русской весны наоборот. Поэтому он решил вернуться. И раз уж он вернулся, то зачем же он будет рисковать Россией, ведь он же и есть Россия, куда же он может уйти? Хорошо. А какова сейчас роль Дмитрия Анатольевича Медведева? И зачем ему вот это все? Ты понимаешь, о чем я. Дмитрий Анатольевич Медведев является важнейшим спикером Владимира Владимировича Путина, доказующим свою полную преданность. И прежде он играл роль Никиты Сергеевича Хрущева и Иосифа Соленовича Сталина. Мы же помним, что Хрущев был наименее серьезной фигурой в близком окружении Сталина. Он, вернее, воспринимался в качестве наименее серьезной фигуры. Он там танцевал капак на каких-то вечеринках, если их можно так назвать, на ночных пьянках у вождя. И, как правильно было сказано в фильме «Смерть Сталина» Армандо Януччи, не случайно запрещенном в Российской Федерации, потому что это очень правильный фильм о сегодняшних временах. Там Светлана Аллилуева, которая, вопреки реальной истории, там Хрущев отправляет прямо за границу в очень скорости после смерти ее отца, чего на самом деле не было, конечно. Она говорит, Никит, я думала, что со мной что-то такое случится с нашей семьей, но я не думала, что все это сделаешь ты. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев играет именно эту роль. Он пляшет ГОПА. Он жертвует остатками собственной репутации в либеральном сообществе, чтобы доказать, что он таки идеальный преемник Владимира Владимировича Путина. Потому что независимо от того, возможен ли преемник и кто им будет, вот перечисленные люди, включая упомянутого Секиренко, нет, конечно, я вот не верю, а Дмитрий Николаевич Патрушев вполне годится для этого в качестве молодого джентльмена. С опытом работы в сельском хозяйстве, известно, что в России самое расстрельное – это сельское хозяйство. Поэтому если кто уже пережил сельское хозяйство, то может быть и лидером, в этом нет сомнений. Россия же великая аграрная страна, в первую очередь, и, может быть, возвращение из Советского Союза в какое-то естественное состояние должно вести снова к аграризации этого всего. Вот, так что к земле привыкните, как говорил с известным неполиткорректным анекдотом. Вот, так что все равно, все они считают, что они преемниками могут быть и должны к этому готовиться перманентно. Медведев – не исключение. В последнее время, Стас, что мы видим? В России арестовали всех человек. Арестовали Ройзмана, Гозмана, Заякина, до этого Яшина, до этого Карамурзу и так далее. То есть всех ярких людей, которые публично высказывались против. Вот как ты считаешь, это указание сверху или бюрократическое рвение? Ну, кстати, это и ответ на вопрос, с которого мы начали, почему же я уехал из России. Я, конечно, не считаю себя таким ярким человеком, как перечисленные. Но все-таки я нахожусь в их ряду со смысловой точки зрения. Я думаю, что я не избежал бы их участия, если бы задержался в России на несколько месяцев. Это и то, и другое. Без хлеба, пожалуйста, как говорил все тот же Винни-Пух. Это общеполитическая установка на сегрегацию. На то, что есть базовые критерии – это лояльность спецоперации «З». И тот, кто не лоялен спецоперацией «З», не может быть публичной фигурой в современной России. Все. Он не может заниматься никакой публичной, тем более политической активностью. Если кто-то для этого еще не понял и не покинул Россию, или не замолчал, ну, значит, участь всех перечисленных тобой людей для него очевидна. А почему власти так опасаются этих людей, которые, в общем, по сути, что называется, жгут глаголом только? Вот что они могут поменять? И почему для Кремля так важно, чтобы присутствовала только одна точка зрения? Потому что это прекрасный способ обеспечить одну точку зрения. Владимир Путин вообще любит это и не любит демократию. Я считаю ее абсолютно неэффективной формой правления, при которой нельзя принять никаких решений. А поэтому ему постоянно нужно напоминать самому себе о том, что демократия разваливается, гибнет, гниет. Она будет разваливаться, гибнуть, и гнить еще десятилетия и столетия. Но, так сказать, на путинский век сожаления у демократии хватит. Поэтому, если представился прекрасный шанс просто одним махом смахнуть с стола тех людей, которые не разделяют базовые ценности, а спецоперации за это базовые ценности, то почему этим шансом не воспользоваться? Народ-то все равно не выйдет их защищать. А раз так, никакого риска нет. Не, ну почему эти люди так пугают Кремль? Ну были бы они на свободе, ну писали бы они свои твиты. И что? Люди же все равно не выходят на митинги. Потому что это святое. На святое нельзя покушаться. Это оскорбление чувств верующих во Владимира Владимировича Путина, которые должны быть уверены в неизбежности, неотвратимости и безальтернативности спецоперации Z, поскольку это решающая схватка с точки зрения Путина добра со злом. Это Армагеддон. У Алексея Анатольевича Навального в начале его политической карьеры в середине первого десятилетия 21 века был лозунг личный, который висел в нем в соцсетях. Финальная схватка между добром и нейтралитетом. Вот у Путина точно так же. Все, кто не за него, тот против него. И кто не созидает, как сказал Господь наш Иисус Христос в Писании, кто не созидает со мной, тот расточает. Христос, правда, другое имел в виду. Но Путина имеет в виду именно это, что всякий, кто выступает против спецоперации Z, не должен присутствовать в российском политическом пространстве. Эта точка зрения должна исчезнуть, чтобы, кроме того, не создавать никаких соблазнов, особенно для молодых поколений, в которых критика нынешнего курса наиболее ярко выражена. Молодые все равно придут к власти. Не случайно Евросоюз, собираясь отменить визы для большинства россиян, выводит из-под визовых ограничений россиян до 25 лет. И этот ход абсолютно логичный. Мы можем отдельно обсуждать, насколько это все верно или не верно. Мы об этом поговорим. Да, но он абсолютно логичный, потому что, ну да, молодые россияне же рано или поздно придут к власти. И вот надо вытравить с самого начала этот скепсис по отношению к спецоперации Z. И вообще Владимир Путин настолько уделяет внимание воспитанию подрастающих поколений, что лично 1 сентября проводят открытый рог в Калининградской школе номер один, где он будет рассказывать именно о спецоперации Z как историческом событии, явлении, процессе и торжестве. Как ты считаешь, как это все продолжится и чем это все закончится? Потому что история показывает, что на самых ярких противниках режима дело обычно не заканчивается. Вот на твой взгляд, это начало массовых репрессий или это такие точечные посадки? Нет, это точечные посадки, потому что массовые репрессии, они абстрактны и беспричинны, как Вексель. Под Векселем я имею в виду не Виктор Фельдоровича Вексельберга, а ценную бумагу, которая так называется. Массовые репрессии – это просто, так сказать, потому что пришло твое время. Ты, может быть, сколь угодно лоялен власти. В данном случае это не так. Прежде репрессии касались тех, кто покушался на какие-то экономические интересы, коих он не заслужил. Под видом политических разборок в основном устраивались экономические и бизнес-разборки. А сейчас нет, просто если ты публично не выступаешь против спецоперации Z, или имеешь какие-нибудь особые заслуги, которые выводят тебя из-под удара, то ты не пострадаешь. Поэтому эти репрессии все равно точечные по определенным причинам и признакам. Просто набор этих признаков и причин существенно расширился до такой степени, что производство по статье об оскорблении вооруженных сил и о фейках, например, возбуждено в отношении актрисы Кристины Асмус. Я, честно говоря, не настолько тесно слежу за творчеством Кристины Асмус, хотя могу отметить один факт. В 2020 году, во время ковида-19, когда Кристина Асмус начала разводиться со своим мужем, шоуменом Гариком Бульдогом Харламовым, я абсолютно в шутку написал в телеграм-канале, что они разводятся из-за разного отношения к конституционному плебисциту 1 июля. Что Гарри Харламов за полюбисцита, Кристина Асмус против. Мне говорили, что Гарри Харламов, я с ним лично не знаком, человек весьма остроумный, но здесь чувство юмора ему изменило, и он много кричал на всех углах, что Белковский ничего не знает, и это все не так. То есть шутку он не оценил ни в какой степени. Так вот, видимо, это оказалось так. Я как предполагал, что Кристина Асмус не вполне лояльна существующим устроил. Так и получилось. А что насчет российского общества, Стас? Вот ты знаешь, я в отпуске была в Европе и в Штатах, и меня спрашивали все практически, как люди в России относятся к спецоперации ЗЭД. А я не понимаю, что ответить. Как ты на этот вопрос отвечаешь? Тебя тоже наверняка часто спрашивают. Попряжка на сегодняшний день абсолютно пассивная, поскольку, как мы знаем по данным около Кремлевского ФЦИОМа, то есть социологической службы, которая просто обязана в эти времена корректировать несколько результат своих изысканий в благоприятную для Кремля сторону. Примерно одинаковое количество, 60 с небольшим процентом россиян, поддерживают доведение спецоперации ЗЭД до победного конца и прекращение ее в то же время на каких-то мирных условиях. Что означает, что общество готово поддержать любые кремлевские деяния, лишь бы они не затрагивали каждого конкретного индивидуума. Это к вопросу об атомизации нашего народа, о чем мы уже рассуждали ближе к началу нашей с тобой полемики. Поэтому как только какие-то ветры сверху изменятся, изменится и настроение общества. Общество хочет оградить себя и дистанцировать себя от всего этого. Собственно, его учили так делать много десятилетий, что ты никуда не лезь, насхождаясь тем, что у тебя есть плавный срок дружбы, которого в 90-е годы не было, и зарплату тебя не задерживают, хотя он очень маленький, там 15-20 тысяч рублей. Именно поэтому там 200-300 тысяч рублей, которые можно заработать в месяц на контракте на украинских фронтах, это гигантские деньги. И даже на эти гигантские деньги желающих не очень-то много. А это уже показывает то, насколько общество в реальности настроено, как оно настроено к спецоперации Z. Нет ни приятия, ни отвержения, есть, в общем, равнодушие. А нет ощущения, что люди устали или уже привыкли, что ли? Это обратная сторона равнодушия. Никакого патриотического подъема по этому поводу не было и нет. Отрицание и отвержение власти тоже не было и нет, поскольку власти и народ живут как бы несколько разных реальностей. И главное, у народа абсолютно отсутствует представление, что он может чем-то и как-то влиять на власть. Это истреблено. Вот мы раньше говорили о том, что ты считаешь, что мобилизация в России не будет объявлена. Давай представим, что в России все-таки объявят мобилизацию. Как ты считаешь, российское общество это поддержит? Российское население, давай я так скажу. Нет, не поддержит совершенно. Если бы оно это поддерживало, то мы видели бы гигантский спрос на эти контракты на 200-300 тысяч рублей в месяц. Однако этого спроса не наблюдается, хотя, я еще раз повторю, это цифры на порядок больше, чем русские среднестатистические мужчины может заработать в мирной специальности на сегодняшний день в российской глубинке. А что, на твой взгляд, может изменить отношение россиян к тому, что сейчас происходит? Практически уже ничего. Потому что Владимир Путин уже сказал, что никакой вл. нет. А есть спецоперации, с которыми он блестяще справится. Поскольку то, что он блестяще решает любые проблемы, не привлекая народ к этому занятию, это важная составная часть его политического смысла и образа. Так оно останется. Я думаю, что даже если там завтра украинские войска пойдут на Белгород, чего не будет, конечно, то это не вызовет никакой массовой реакции в российском народе. Ну, идут на Белгород, значит, так надо. У тебя были связи в Украине, это всем известно, и ты, в общем, там часто бывал, и сейчас тоже наверняка общаешься с украинской стороной. Вот расскажи, какие там настроения, насколько сильны позиции Зеленского и готовы ли украинцы биться до конца? Да, украинцы готовы биться до конца. Идея-то о переговорах и о ком-то компромиссии ушла в прошлое. Скажем, она была актуальна еще в конце марта-начале апреля, когда были-то вот те самые преснопамятные переговоры в Стамбуле, где Российскую Федерацию представлял Владимир Ростиславович Мединский, бывший министр культуры. Сейчас нет, сейчас у рейтинг Зеленского 91%. На День независимости Украины 24 августа проводилось очередное исследование, которое показало, что независимость Украины поддерживает 97%. Это на десятки процентов больше, чем обычно бывало в прежние годы. Вдвое сократилось примерно количество людей, которые заявляют, что в быту общаются на русском языке, по-русски. Это, я думаю, цифра недостоверная, потому что просто многие люди, общающиеся в быту по-русски, говорят, что они так не делают, а это тоже новый тренд. Как бы это стыдновато, говорить по-русски в быту. Поэтому нет, украинская власть стабильна как никогда. Она будет дестабилизирована, но после окончания спецоперации, после окончания активной невоенной фазы, когда выяснится, что во многих вопросах у Козеленской и его команды были неэффективны. К тому же Соединенные Штаты Америки сказали, что они не дадут этой команде денег на восстановление Украины, а дадут какой-то другой. Но это будет потом. Это завтра, а сегодня я тебя поцеловал. Как сказал Борис Наполгачев, вроде как приехавший в Российскую Федерацию. Поэтому никакому компромиссу Украина не готова. И это все иллюзии. Никакого тотального предательства элит, как ни странно, не случилось. И поэтому, если здесь Кремль может на что-то рассчитывать, на то, что США будут давить на Киев с целью достижения определенных компромиссов, и отчасти, но не в полной мере, это давление может оказаться успешным. Но, опять же, не в полной мере. То есть это не значит, что Зеленский будет выполнять все, что ему Штаты скажут по поводу условий договоренности с Россией. А как ты считаешь, когда вот весь этот кошмар закончится, какая судьба ожидать Зеленского? Поскольку Зеленский уже снискал лавры современного Инстона Черчилля, то, я думаю, он, как и Черчилль, уйдет от власти, займется живописью, написанием истории гибридной войны. И здесь как раз Соединенные Штаты ему подскажут, что делать. Ему подскажут и собственные элиты, у которых накопится огромное количество претензий к нему. Но пока активная фаза нынешнего громогипящего процесса не закончена, об этом бессмысленно говорить, потому что Зеленский сегодня символ сопротивления. Его никак нельзя заменить, его рейтинг 91%, держится уже несколько месяцев, стоит как вкопанный. А какие условия могут быть для мирных переговоров России и Украины сегодня, как думаешь? Никаких просто нет. То есть, если по состоянию на конец марта Украина еще была готова обсуждать, пусть не до юра, но де-факто признание российской принадлежности Крыма и Донбасса, то сейчас и об этом речь не идет, идет речь только о победном конца. Соответственно, у России позиция, что Украина должна коктулировать, ну и как-то эти позиции никак не пересекаются. На твой взгляд, что мы увидим в ближайшие полгода и насколько вообще затянется эта война, и что может переломить ситуацию? С точки зрения Владимира Путина, Кремля, война идет сейчас на истощение, поэтому скорость ее не имеет значения. Когда Сергей Кужугетович Шойго, претензиях к которому со стороны Путина сейчас немало разговоров и обсуждается, кто будет следующим министром обороны, это можем тоже отдельно пообсуждать, говорит о том, что спецоперация замедлена, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения, он, конечно, нас слегка вводит в заблуждение, как сказал бы прокурор на этом месте, но в первой части он прав, спецоперация ЗЭД замедлена, потому что, во-первых, Путин считает, что все будет решаться в его битвах непосредственно с Западом, а не в Украине, во-вторых, потому что у России нет критического ресурса, чтобы ускорить это дело. И вообще это отвечает философия воинного истощения. Это воинное истощение завершится весной ближе к лету следующего, 2023 года, когда у основных участников собственного боевых действий Российской Федерации Украины не останется сил дальше сражаться. Как ты помнишь, полгода назад все всерьез опасались ядерной угрозы. Что ты сейчас об этом думаешь? Как сейчас такую угрозу оцениваешь? Я думаю, что Владимир Путин не планирует ничего подобного. И, так сказать, наоборот, его же стремление показать, что он абсолютно конвенционален, а вот это действие Украины могут привести к катастрофе на Запорожской АЭС. Украина настаивает ровно наобратном, поскольку, естественно, Россия не хочет отдавать Запорожскую АЭС, а Украина совершенно не хочет ей поступать. Это крупнейшая АЭС в Европе, обладание которой несет в себе много смыслов и практических последствий. Кроме того, я думаю, что нынешней осенью Россия проведет попытку аннексии 22% украинской территории, фактически занятых российскими войсками. И после этой фактической аннексии, вот этих референдумов, так называемых, которые мытьем или катанием так или иначе состоятся, собственно, украинские войска форсировали наступление на Херсон, именно потому, чтобы не допустить этих референдумов, поскольку их очень сложно будет проводить в условиях активных боевых действий, реальной и актуальной опасности для этих территорий со стороны украинских войск, разумеется. Это главный мотив, по которому наступление вооруженных сил Украины активизировано. Ну, не говоря уже о переводе, это о том, что на занятых территориях с 1 сентября переводится образование на российские стандарты и так далее, и так далее. В общем, Российская Федерация дает понять, что никуда она отсюда не уйдет, а Украине важно показать, что нет, уйдет. И тем самым сейчас идет борьба, собственно, за лояльность населения этих занятых территорий. Во что поверит это население? Потому что Россия останется навсегда или все-таки, что она останется не всегда? От этого во многом будет зависеть и доминирующее там настроение, от этих настроений и политическая ситуация, поскольку все-таки Украина страна демократическая, с большой демократической традицией, и там гражданин не считает, что он полностью отрезан от власти отличается от российской глубинки, невзирая ни на какие там этнокультурные близости, на которые так настаивает Владимир Владимирович Путин. Поэтому после аннексии, во-первых, будут новые пакеты западных санкций, которые, видимо, лишат нас и смартфонов, и шенгенских виз в полном объеме. И тогда уже Владимир Путин может заявлять, что он готов применить оружие массового уничтожения для обороны территории, которые он считает формально российскими. Но в любом случае сценарий с применением ядерного оружия на сегодняшний день не представляется мне приоритетом. Западные санкции провалились или нет? Нет. Если считать, что они должны были остановить войну, если кто-то так думал, то санкции провалились. Но я думаю, что лица которых, люди, которых приготовили и принимали, так не думали. Цель это обеспечить технологическую изоляцию России, а Россия не может существовать в условиях технологической изоляции долго. То есть санкции это средний и долгосрочный проект, который в этом смысле эффективен. Да, вот по поводу запрета на въезд в Европу для россиян, это возмущает даже тех, кто против того, что сейчас происходит. Да, сейчас договорились, что полного запрета на въезд не будет, но тем не менее, разве сама постановка такого вопроса, разве это не противоречит базовым европейским ценностям? Я имею в виду, ответственность не может быть коллективной или дискриминация по принципу национальности недопустима. Да, поэтому Евросоюзу все-таки придется ответить на вопрос о критериях. Ну, здесь, если бы я был адвокатом Евросоюза, которым я ни в коем случае не являюсь, я бы сказал, ну так простите, говорится уже, что 69% россиян никогда не выезжали за пределы России, вообще не хотят ехать в Европу. Ну, не хотят и не надо. Действительно, если цена на шенгенскую визу поднимется с 35 евро до 80, как сейчас вроде бы решено, а срок рассмотрения заявки с 10 дней или месяца до 3-6 месяцев, то многие россияне просто откажутся заведомо от получения шенгенской визы. Но формально к Евросоюзу придется выработать критерии, кому визу дают, а кому не дают. И он может не давать визы только людям, очевидно связанным с российской властью. Таких людей огромное количество. Ну, например, могут ли считаться связанными с российской властью все официальные члены партии, представленных в Российской Государственной Думе? Конечно. Ну и так далее, и так далее. Или, например, люди, награжденные государственными наградами Российской Федерации в период с 18 марта 2014 года, то есть со дня присоединения Крыма. Да, тоже. Но эти критерии придется выработать, иначе действительно это ни в какие ворота не лезет. Что, в общем-то, в современные европейские ценности предполагают, что если какой-то человек не согласен и бежит от собственной государства, ему должно быть дано убежище, и в этом смысле должна возможность прибыть в Европу. И тут, естественно, как адвокат Евросоюза, я говорю, ну да-да, мы это имеем в виду. А если человек полностью согласен, то зачем ему ехать в Европу. И вот этот водоразит, согласен и согласен, должен быть как-то формально определен и описан для того, чтобы такие решения принимались без гнева и пристрастия. Но Запад готов такие критерии разрабатывать? Это долго, дорого, нужно платить зарплату, это все там бюрократические процедуры. Легче всех подано к ребенку? Нет, придется их разрабатывать. Кроме того, речь идет об ограничении вотчет туристических виз. Да, вполне возможно, на любые нетуристические визы эти ограничения не будут в той же мере распространяться. К тому же ясно, что страны Евросоюза, в основном южные и средиземноморские, которые в известной мере зависимы от российского туризма против таких ограничительных мер, северные страны и страны непосредственно граничащие с Российской Федерацией за. В общем, это непростой процесс. Ясно, что ситуация для нас существенно ухудшится, но все же эти формальные критерии сегрегации Евросоюза придется выработать и утвердить. Видимо, этим путем он и пойдет. Но при этом мы должны понимать, что чем дальше развивается спецоперация Z непосредственно в Украине со всякими событиями типа аннексии и так далее, естественно, наше положение будет становиться гораздо хуже. Аргументы в пользу того, что русских не отпускать и Европу будут звучать все убедительнее. А изъятие зарубежной частной собственности россиян ты поддерживаешь? Ну так, я считаю, что действительно есть люди, их немало, хотя они ставят далеко не большинство населения Российской Федерации, а ничтожное меньшинство, которое, заработав миллиарды на близости с Вадимом Ивановичем Путиным и к нему потом захотели стать добропорядочными гражданами Запада. Вернее, не потом, а в процессе. В процессе. Сказывали свои личные стратегии и семейные стратегии с Западом. Ну действительно, тут надо определиться, сказать, кто, с кем же вы, мастера культуры. Скажем так, жалею ли я собственность российских олигархов, арестованную на Западе? Ну, очень умеренно и ограниченно. Нет, я ее не жалею. Поскольку это, в общем, деньги российских налогоплательщиков, которые в основном заработаны на схемах, не очень соответствующих как закону, так и духу права. То есть эти люди не проявляли солидарности своим народом, когда зарабатывали свои многомиллиардные состояния. Я, как типичный представитель русского народа, тоже не готов проявлять с ними солидарность, когда они вынуждены рисковать своими состояниями, поскольку они были близки к этой власти, а без близости к этой власти они никогда бы своих миллиардов не стяжали. Потому что глагол «заработали» в данном случае выглядит издевательски. Но здесь ведь тоже важны критерии, по которым происходит, у кого, точнее, происходит изъятие? Безусловно, да, так сказать, как и Ластапур Варимович Бендербей, сколько там честно было изъятие собственности, да, так сказать, ну, конечно, эти критерии и Запад должен их предъявить, тем более неожиданно оказывается, что многие люди, близкие к Владимиру Варимовичу Путину, и, опять же, зарабатывавшие миллиарды на своем коммуникации с Кремлем, вообще со структурами различных ветвей власти, они все уже граждане каких-то стран Евросоюза. Они имеют виды на жительство, черт знает, где это. Мы, простые россияне, ничего не имеем, как я, например, да. Эти люди все имеют, и сейчас несколько российских олигарх уже обратились в суды европейских стран против Евросоюза, пытаясь доказать, что раз они граждане европейских стран, против них санкции вводиться не могут в принципе. И, как простой гражданин, я отношусь к этому скептически. В общем, я не желаю им поражения, поскольку я никому не желаю зла. Но и свидетельствовать о их пользе в этом суде я бы не стал. Слушай, ну тогда ключевой вопрос. Вот запрет на въезд в Европу, заморозка активов, заморозка счетов, изъятие собственности и так далее. Почему Европа при всем при этом продолжает покупать российскую нефть и газ? Деньги от покупки, которые идут, понятно куда и понятно на что. В Европе нет альтернативы, как любят повторять в таких случаях. От продажи, точнее. Владимир Владимирович Путин, что же вы делали эти 8 лет? А эти 8 лет Европа не делала ничего, чтобы снизить свою энергетическую зависимость от России. Европа не поняла, что гибридная, то есть 4-я мировая война началась давно. Она началась с 18 марта 2014 года, и она не сегодня, не 24 февраля. Поэтому как-то люди немножечко профукали возможности снизить эту зависимость, и поэтому поставили себя в крайне тяжелое положение. Но все равно в перспективе двух-трех лет эти закупки прекратятся. И России нужно ответить себе на вопрос, а сможет она когда-то вернуться на этот стабильный, самый доходный европейский рынок? И даже после смены курса и смены власти, если таковые случатся, не сможет. Это займет долгие-долгие годы. А китайцы, товарищи, не будут покупать российские энергоресурсы по европейским ценам. Уже сегодня скидка на нефть, как мы знаем, составляет примерно 30% ее цены, а то ли еще будет тогда, когда Россия останется без европейских рынков в принципе. К тому же, вообще, спецоперация Z подтолкнула многие процессы, которые шли и так, в том числе в рамках технологической революции. Ясно, что если например, в Великобритании 10 лет назад, 20 лет назад возобновляемые источники энергии давали 10% энергобаланса, а сейчас дают 40, то переход от 40 к 60, он резко ускорится в связи с этой спецоперацией, в связи с тем, что мытьем или катанием и даже заменой души на влажную тряпку на какой-то период исторического времени придется Европе избавляться от этой зависимости и от особых взаимоотношений с Россией, чтобы там как бы не выпендривался великий легендарный Дмитрий Анатольевич Медведев в своем телеграм-канале. Стас, ты какой идеальный выход из этой ситуации для России ты видишь? Ну, во-первых, для всякого русского человека, который устал под бременем территории государства, это выход в метавселенную. Я надеюсь, что такие варианты, лично поучаствовать в том, чтобы такие варианты были предложены. А какие? Ну, надо дожить до смены поколений, так или иначе, так сказать, и это долгий мучительный процесс. Но все социологические исследования, включая самые, что ни на есть, кремлевские, показывают, что смена поколений приведет к смене российского курса неизбежно и неизбытно. Это, конечно, тревожит Кремль и Владимира Владимировича. Именно поэтому он... Поэтому он, да. Да, уделяет такое внимание образованию. Но не надо забывать, что школьное образование в авторитарном государстве теряет былое влияние на умы и души молодых россиян. Ведь не секрет, их классиков русской литературы только потому, что нам их навязывали в школе. А когда мы их перечитали взрослыми глазами, вдруг их полюбили. И нечто подобное с любовью произойдет и в нашей стране России, которая действительно не будет прежней с уходом Владимира Путина. И поэтому я еще раз полностью, как это не смешно и не грустно, солидаризирую с тазисом, что нынешняя Российская Федерация и есть Путин и наоборот. Ну хорошо, смена поколений это еще не скоро. Давайте твой прогноз до конца года. Что ждать? До конца года ждать аннексии 22% украинской территории, восьмого пакета санкций Евросоюза, а также санкций США и их союзников, не входящих в Евросоюз, продолжение боевых действий по всему фронту, переход России преимущественно от наступления к обороне и подготовка всех сторон к возможному наступлению Российской Федерации в конце зимы уже на Одессу и Николаев, плюс контрнаступление украинских войск, потому что именно в октябре приблизительно Украина ощутит первые результаты масштабных поставок в рамках акта Ленд-Лиза, подписанного Джозефом Байденом несколько месяцев назад. То есть не война, именно вот эта горячая фаза спецоперации Z еще далека от завершения. У тебя есть теория возвращения. Смотри, в этом году ушли Горбачев, Шушкевич, Кравчук, Бурбулис, Бакатин, Жириновский в конце концов. Что это по той теории нам должно, о чем это нам должно говорить и какая эпоха нас ждет? Нас ждет эпоха возвращения. Описываем теорию возвращения, у которой много признаков и знаков, первейшие из которых это преодоление противоречия между научным и религиозным познанием мира. Еще важное в эпохе возвращения это бурное развитие сетевых структур, которые во многих вопросах начнут превалировать над старыми иерархическими. Это покоснется и иерархических государств, которые уже не будут иметь былого значения, уж тем более не будет иметь былого значения контроль над территориями, которые Владимир Путин провозглашает важнейшей целью спецоперации Z, отодвинуть куда-нибудь российскую границу, чтобы России никто не угрожал. Но в современном мире совершенно необязательно иметь продвиженную, удаленную границу, чтобы быть объектом каких-то нападок, да и вообще, так сказать, борьба суши с морем, которую проповедовали классики геополитики, это вчерашний день. В новую эпоху все коммуникации скорее воздушные и суши с морем будут дружить, а не враждовать именно в уже обнимаемые со всех сторон этой стихии воздуха. Но сейчас завершается распад Советского Союза и смертью поэтому тех людей, которые подписывали или готовили Беловежские соглашения, символичны именно в этом смысле. Еще 30 лет мы жили в некой постимперской реальности, мы отказывались признать распад империи, мы, это в первую очередь относится к Российской Федерации. Остальные постсоветские страны, в общем, кроме Белоруссии, и то она стала недвусмысленна проимперской лишь в августе 2020 года, когда Александр Григорьевич Лукашенко отказался признать свое поражение на президентских выборах. Мы все-таки считали, что империя располз как-то не до конца, что в какой-то момент страны бывшего СССР снова прильнут к нашей любящей груди старшего брата. Но как так получилось, из-за того, что Кремль не умел пользоваться технологиями мягкой силы, влияние бывшей митрополии, то есть России, на страны бывшего Советского Союза резко ослаблась за последние 20 лет, потому что правящие элиты Российской Федерации как-то забыли, что всякая империя строится в первую очередь на экспорте образцов политических, гуманитарных, социальных, культурных, а не на жесткой силе. И вот когда Россия обнаружила свою полную неготовность и неспособность поставлять актуальные для своих бывших сателлитов образцы, соответственно, страны бывшего СССР отпали от нее полностью и пришлось применить грубую физическую силу для того, чтобы изменить баланс на постсоветском пространстве, что мы и наблюдаем в виде спецоперации Z. Но спецоперация Z — это поход под знаменем ценностей прошлого против ценностей будущего. Уже этим самым он подводит черту под имперской историей один раз и навсегда. То есть, может быть, Россия добьется собственной изоляции, но эта изоляция и означает, что империей быть не может. Ибо всякий имперский проект, он глобальный, он экспансионистский. Он означает не изоляцию, а наоборот, утверждение своих ценностей максимально в том масштабе, в каком это только возможно. Конечный проект империи всегда должен охватывать весь мир. Мы же стремимся от этого мира убежать. И тем самым империя прекращает существование. И в этом смысле эти смерти символичны. Люди, которые хотели распустить империю, но им не хватило времени, и физико-исторических сил, сейчас передали эту эстафету другим. Людям, которые под знаменем как будто восстановления империи, убивают последние гвозди, и бриллиантовые, и золотые, и латунные в ее неказистый гроб. Это был Станислав Белковский и я, Марианна Минскер. А вы держитесь. Спасибо огромное всей нашей аудитории и тебе, Марианна, за возможность сказать. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok